Всем привет, друзья! С вами магазин аквариумных растений Фораква. И сегодня у нас вторая часть видео о нашем новоиспеченном травнике, который мы запускали 10 дней назад. Давайте посмотрим и разберем, что с ним случилось, какие изменения произошли, что мы сделали за это время, какие новшества ввели и, собственно, как это отразилось на растениях. Ну, вот в целом, смотря на него даже, вот я сейчас сижу смотрю, растения выросли. Очень многие растения тронулись в рост и прям значительно распушились и удлинились. Что мы сделали за эту неделю? Во-первых, добавили свет. В общем, к двум линейным светильникам, которые у нас были изначально, мы добавили еще два светодиодных полноспектральных светильника фермы Юниэль. Вот, то есть, чтобы было все-таки больше света, больше красок. Но здесь мы небольшую промазку допустили. Все, чуток, конечно, покрылось таким зеленоватым налетом, пересветили. Потому что изначально здесь световой день был 10 часов. Вот почему мы так сразу сделали. То есть, сразу же, считай, на запуске поставили 10-часовой световой день. Хотя этого не рекомендуется делать. Если вы запускаете свежий аквариум новый, то начинайте освещение лучше часов с 4. И потом постепенно, каждую неделю прибавлять. По часу, а то и по полчаса. Но мы так сделали. Почему? Потому что аквариум тоже был запущен из нуля. Аквариум был уже действующий, с установившимся балансом, с длительным, достаточно световым днем. То есть, когда он был торговый. По сути, мы растения просто из него вытащили и потом посадили. Поэтому мы подумали, что ничего. Все прокатит. И 10 часов с этого день будет нормальным. Сучитывая массу растений, количество удобрений, СО2. Но нет. Нет. Все-таки, видимо, растения еще не готовы были принять такую дозу света. Еще не прижились. Не укоренились. И поэтому, да, немножечко переборщили. Сейчас мы убавили свет на 2 часа, поменьше сделали. То есть, сейчас световой день здесь 8 часов. Вот. Это первое, что из новшеств. Второе. Поставили еще один фильтр сюда. В принципе, мне казалось, что и наш справляется. Ну почему, чем ты осознала это? Зачем ты еще один фильтр поставил? Ну, потому что рыбы много. А, ну вот. Ваня обосновывает это тем, что у нас достаточно большое здесь население. Много рыбки. Черненькие маринесики тут хорошо очень живут. Ну, и еще ко второму фильтру подцепил стерилизатор. Ага, вот. Еще стерилизатор мы поставили. Это даже я не знала. Так. Фильтра покажем. Все очень просили с момента прошлого видео показать фильтра. Ну, вернее, фильтр, о котором мы тогда рассказывали. Добфин. Внешник. Так, ну вот. Спрашивали про фильтра. Про фильтр. Фильтр выглядит вот так. Добфин. Модель CF800. Производительность 800 литров в час. Вот. Ну и рядом добавили. Тетра EX800+. Тоже еще дополнительно 800 литров в час. По наполнению. Удопфение у нас первый ряд идет керамика. Второй ряд идет крупнопористая губка. И третьей корзиной мелкопористая губка. В Тетре биошары засыпаны. Корзина с керамикой. По идее, должно хватать. Но все-таки стерилизатора лучше брать с запасом. Вот, то есть, собственно, видите, такой вот налет появился. Зелененький неретинка. Он тут, конечно, все подъедает. Ну, сейчас протрем. Да, сейчас почистим все стеночки. Я просто специально не чистила, потому что мне надо было снять видео, чтобы вам рассказать. И потом уже сниму красивое. Вот тут уже ксено чуть-чуть вырезну. И вот тут еще нитки тоже немножко появилось. Но это все лечится. Это все абсолютно нормально на этапе становления. А все равно, хоть он и был уже до этого запущенный, все равно сейчас тут все совершенно по-новому. не считай, как новая жизнь для него. Сейчас протрем стеночки. И снимем все более крупнопланово по растениям. Кстати, для таких стенок, не знаю, кто что использует, но мне вот больше всего нравится обычный синдепон. Вообще шикарно очищает. Весь налет. И стеночки становятся чистенькие, красивенькие. Ну, все, почистила стеночки. Теперь давайте смотреть, что у нас как видоизменилось за эти 10 дней. Рыба. Вечно голодные рыбы. Так, Людвигия Рубин. Блин, они мне весь кадр зазатомевают. Людвигия Рубин. Она выросла. Она прям однозначно выросла. И закраснелась. Но... Закраснелась, но все-таки тот цвет, который нужен, еще не набрала. Надо ей еще железо, еще микро. Но мы над этим работаем. По удобрениям, кстати, тоже чуть позже сейчас все расскажем. Взяли мы все-таки профессиональную линейку по балансам. И да, будем держать этот аквариум на ней. Бакопа Зальцмана. Смотрите, какая фиолетовая стала. Прям вот правда фиолетовая-фиолетовая. Вот она на заднем плане. Бакопа Зальцмана. В общем, очень красивая. Фиолетовая. Вот низее фиолетовая-афиолетовая как-то не очень хорошо. Вот. Что-то она вся чем-то там, не пойми, чем покрылась. Ну, не знаю, конечно, растение сложное. Мы его раньше не выращивали. Поэтому не знаю. Но будем смотреть. Может. Может и ничего. Может и отойдет. В любом случае, это еще сухая форма. Так что Шансы всегда есть Ладно, будем смотреть Ничего не могу про нее сказать Подросла трипортита Прям пошла она в рост Есть много новеньких листочков Вон там сзади уже поползла Поползла на боков И завоевывать мир Как она это любит делать Кстати, посадили вот сюда Еще небольшую поляночку Манью Бонсай Завезли в магазин Просто Манью Бонсай И думаем, нет, надо посадить Нельзя выпускать такой шанс Надо посадить Так, ну скриптушка Все понятно, она пока что стоит Ставрогин Портевельо Тоже пошел в рост Много дал молоденьких Таких побегов Супер Это вообще Супер Раскидала Тут свои лапки тоже везде Где только можно Красная Красивая Насыщенная Амания Грацилис Там на заднем плане Тоже пока что медленно Пока что Не могу ничего про нее сказать Ратала Бойси Тоже как-то пока что Тоже пока что как-то Стоит на месте Людвигия Валис пошла Пошла в рост Новые листики Подросла в высоту Кучу боковых этих отводочков Боковых отводочков дает Лилиопсис пока стоит Людвигия Глондулоза Все у нее хорошо То есть тоже она пошла в рост Вот эти вот водные макушечки Розеточки И она и закраснелась И начала приобретать вид Глондулоза Так что все нормально Макрандра Ратала Подросла То есть сажали мы прям вообще Помните если Прям совсем эти Маленькие головки Терешочки А сейчас она прям подросла И тоже закраснелась Лабелия Покрыта она тут конечно Говорю вот этим всем Налетом от пересвета Но в целом-то В целом она тоже в рост пошла Полигониум Сан-Паула Вообще шикарно Мы конечно его сажали Уже достаточно большие ветки Но он прям так закраснелся Так вырос еще Классный Макрандра Макрандра Подрос Куба Людвигия Начала переходить В водную форму То есть сажали мы ее Она прям Только-только у нее макушечки Что-то там начинали видоизменяться А сейчас прям она Уже почти похоже на кубу Вот прогресс есть Его прям видно Сегодня мы проведем Небольшую стрижечку И уплотнение Массы Посредством этой стрижечки Все это снимем Покажем И будем наблюдать дальше За развитием Этого аквариума Ну пока что все хорошо На мой взгляд Пока что все очень даже неплохо Ваня решил Низей перетелять И добавить Корневой подкормки Чтобы ей было Побольше еды Чтобы она себя Получше вела О малинезии Думают Что подкормка Предназначена им Ты уж прям там Ей зафигачил Столько Сколько Гранул ты туда положил Там две веточки Много не мало Ну тоже верно По удобрениям Как я уже сказала Этот аквариум У нас Идет на Профессиональной линейке Аквабаланс И сейчас Ваня вам об этом Все подробненько расскажет Так что у нас По удобрениям Специально для этого аквариума Мы Взяли На Тест Удобрения Фирмы Аквабаланс Это профессиональная линейка Которая состоит Вот из таких Шести замечательных Бутылочек Что Что у нас стоит Это Антистресс Добавляется После подмены Содержит Всякие Гуминовые Кислоты Полисахариды Чуть-чуть Калия Вижу Глутамин В общем Такие вещи Которые Сглаживают Во время подмены Скачок PH Соответственно Растения Меньше Стрессуют Дальше Идет Микро В этом аквариуме Карбонатная жесткость 2 Поэтому Микро КАЖ Меньше 4 В этой серии Есть Микро КАЖ Больше 4 Так что Можно купить Под Ваши Определенные Условия Дальше Для цвета Насыщенности Растений Железо Плюс Марганец Кстати Это удобрение Мы Уже Пробовали Дает На самом деле Хорошие Результаты Рекомендуем Одно Стандартно НПК Азот Фосфор Калий И Дополнительный Корректор Нитрат Фосфат С Добавлением С повышенным Добавлением Калия В этой Линейке Нету Калия Так как В принципе Мы Видим Калий Практически Во всех Во всех Этих Вакончиках Ну и Плюс Еще Сами Соли Идут Фирму Аквабаланс То есть У нас Калий Находится В Антистрессе Калий У нас Находится В МПК Калий У нас Находится В нитрате И Калий У нас Находится В корректоре Фосфат В принципе Этого Калия Достаточно Для того Чтобы Ну и Плюс У нас Аквариум Содержится На осмосе Общая Жесткость У нас Всего Лишь 7 Вот Ну и Кстати Наверное Даже Я ее Сделал Чуть Поменьше В районе 5-6 Я думаю Этого Будет Достаточно Следую Видео Будет Нудное Для многих Неинтересное Ну Познавательное Как Рассчитать Эти Удобрения Вот На примере Конкретной Этой Линейки Ну и Плюс К Следующему Видео Ввожу Калькулятор Чтобы Автоматически Можно было Посчитать Эти Удобрения То есть Сколько Внести И Небольшую Инструкцию К ним Пропишу Можно будет Скачать Этот Калькулятор И Пользоваться Так что Подписывайтесь На наш канал Нажимайте Колокольчик Чтобы не Пропустить Следующее Видео В общем Да С момента Предыдущей Съемки Прошло Еще Четыре Дня Растения Еще Подросли И Вот Сейчас Мы Уже Будем Стричь Что То Мы Действительно Подстрижем Как Всем Нам Это Привычно То Есть Обрежем Необходим Длину И Просто Уплотним Шапочки А Какие Растения Которые Явно Были В Сухой Форме Будем Обрезать Под Самый Корень Обрежем Вод Именно Сухую Часть И Присадим Только Водные Макушки Ну Вернее Там уже Не макушки Там уже Бол Растения Водного Вот Но Суть В том Чтобы Удалить Именно Вот Эту Сухую Часть Которая В перспективе В любом Случа Отомрет И Только Принесет Ненужную Органику В аквариум Кстати Подобная Схема Очень актуальна Даже при посадке Водных растений Просто из другого аквариума В ваш аквариум Потому что Все мы знаем Что Все аквариумы Разные В каждом Экосистема Своя Одинаковых Не бывает И Вне зависимости От того Какое растение В какой форме Где вы приобрели Сажая его В свой аквариум Оно уже Будет ваше Оно уже Будет расти И выглядеть Так Как Это позволяет Ваш аквариум Поэтому На самом деле Ну так Забавно Мне иногда Слышать Видеть Как Все хотят Получить Допустим Какую-то Пышную Длинную Красивую Ветку Там Чего-либо Вот При этом Как бы При этом Имея Допустим Не самые Хорошие условия В своем аквариуме Потому что Какое бы растение Вы не получили Изначально На На посадку Посадочный материал В любом случае Оно приобретет Тот вид Который Вот Позволяет Ваш аквариум То есть Если эта ветка Была Пышная Красивая Пышущая Красками Длинная Вы ее Сажаете В свой аквариум И если там Условия Не настолько Хороши Как из того Аквариума Где она была Выращена До этого Краски Ее Немножечко Поблекнут Она станет Не такая Уже Пышная И В общем Приобретет Немножечко Иной вид В то же Того Что я хочу Данести Что Изначальный Материал Посадки Не настолько Важен По сути Важны Условия Вашего аквариума Потому что То как будет Выглядеть Растение Там Зависит Исключительно От этого В общем Да Касательно Сушки Вот смотрите Вот Веточка Людвиги Рубин Получается Вот эта Вот у нас Часть Надводная А вот Эта Вот уже Полностью Перешедшая Мы Ее Обрезаем Посудом И Сажаем Только Водную Часть Потому что Это Уже Сушка Это Уже Пенечек Он Никому Не нужен Грубо говоря Вот это Вот все Что выросло Все что выросло Вот конкретно В этом аквариуме Оно уже Будет И дальше Расти И Радовать Нас Своей Красотой Здесь Еще есть Два Варианта То есть По сути Можно Выдернуть Да С корнями Это же Растение Обрезать Вот эту Сухую Часть Или Даже если Не сухую Говорю Если даже Она была Взята Просто Из другого Чужого Аквариума Все равно Вот эта Часть Та длина Которая Была Она Не ваша Она чужая Она выращена В чужом аквариуме В другом С другими Условиями И Под ваш Она как бы Уже не подстроится Подстроится То что Будет расти Уже после То что Уже вырастет В вашем аквариуме Вот это Уже будет Ваше растение Вот Поэтому Тут Есть два Варианта Можно Выдержать Это все С корнями И обрезать Вот эту Часть Чужую Говорю Не важно Откуда Она Какая Она чужая Важно То что Вот ее Надо удалить И присадить Уже Макушечку В Присадить Уже Макушечку Вот Но Тут Может быть Такой нюанс Что Если У вас Подложка То Соответственно Выдирание Всего Этого С корнями Чревато Вот Подниманием Все Этой Взвеси Мути И Все Это Не очень Хорошо Поэтому Вот В нашем Случа Хоть У нас Подложки Нет Но Там Все равно Достаточно Много Питательных Таблеток Натыкано Если Вы Помните Мы Просто Подрезаем Под Корень Вот Эти Вот Все Растения Которые Нужно Укоротить И убрать Надводную Часть Просто Подрезаем Под корень И Уже На это Место Вставляем Свежие Новенькие Росточки Без Выдирания Этого Из грунта Такая Схема Тоже Вполне Имеет Место Быть И Вот Ей Мы Пользуемся От Бакоп Узальцмана Вот Видите Там Тоже Что-то Дернул Ваня И Прям Пошла Таблетка В воду Ну ладно Таблетка Это не так страшно Как питательная Подоложка А там Стрижку Желательно Всегда Продводить Перед Подмем Как раз Таким Все Вот Эти Выбросы Желательно Чтобы Убрались Подмем Да Да А вот Бакоп Узальца Назвали Пеньки Оставил Все-таки Да Вот Ну из этих пеньков Тоже вырастет По два Новых череночка Сейчас нужно Ее Угодной формы Да Просто Хотелось бы Чтобы Тоже такая Башапка Эти Зайцмана Она Не пушистая Она Боковых Отводков Дает мало То есть Она как-то Именно Вверх Растет Да Просто Такой палкой Красивая Она прям За фиолетовело Стала прям Фиолетово-фиолетово Как мы и планировали Как мы и хотели Ну вот По структуре своей Она как-то Боковые отводки Особо не дает Палка Такой вверх Растет Поэтому хочется Чтобы она Прям плотненькая Была И смотрелась Вот этой шапочкой Шапочку Это надо Короче Создать Путем Уплотнения Ну да Суперед Суперед Наверное Мы просто Стрижем Да Там она И так Блогодная Все Вот Да Поэтому Люди Суперед Мы просто Подстрижем Она И так Была Вся уже В водной Форме Суперед Конечно Все Вымахал Быстрее Лучше всех И такая Красненькая Вот она Не любит Тримминг Именно Опять Что Откажет Лучше Обрезать Такие Длинные Веточки Которые Мешают Такой Типичный Тримминг Подпорья Лучше Не делаю Всегда Надо Оставлять Росточки Которые Маленькие Не подрубшишь Свет Вот Кстати Убавили Буквально Два часа И все Больше Ничего Не зеленеет Красотушка Вот и урожай Считай Собрали Уже Ток Ток Запустили А уже Пожинаем Плоды Ротала 8 Она В принципе Тоже Уже Была Вся Водная Так что Ее Мы Просто Уплотним Потому что Как-то Она Заваливается Не очень Нам нравится Как она Себя Ведет Поэтому Тоже Шаг Будем Уплотнять Как раз Таки Вот Сейчас Все Что Подстрижем Все Тут Даже И Воткнем Для Пышности Красивого Видом Добавил с Добавил с Добавил с Добавил с Ну Сейчас Делаем Подмену Так Удобно Ваня Сделал Прям В канализацию Получается Вывел Да Шланг То есть Забросил В розетку Воткнул И Она Все Откачала Прям В канализацию Не надо С ведрами Бегать Все Так Пузыряет Возможно Сейчас Кто-то Задастся Вопросом Зачем Вы столько Сливаете Воды На данный Момент В данном Аквариуме Было Принято Такое Решение Сейчас Вот Сделать Подмену 80% И Возможно Еще Несколько Подобных Подмен В перспективе Будем смотреть По ситуации Почему Потому что Вода Не кристальная Вода Не прозрачная Нет Она Не мутная Из-за становления Баланса Как это бывает На запусках Она Просто Ну видно Что она Не идеальная В Аквариуме Сейчас Еще Очень Много Органики Потому что Что-то Отмирает Что-то Приживается Рыбы Достаточно Много Сейчас Здесь Поэтому Поэтому Вот так Вот На самом деле Касательно Подмен Нету Никакого Золотого Правила И вот Эта Вот Тема 20% Каждую Неделю Это Все Такая Условность А что Если 25% Каждую Неделю Или 30% Что Случится Кто-то Вообще Не Меняет Воду Держит Аквариум На долине Наоборот В травниках Считается Норма Замена Воды 50% В Аквариумах С большим Количеством Рыбы Та же Самая История Поэтому Это Все Очень Индивидуально И Нужно Смотреть По Ситуации Нужно Экспериментировать Вот И Опытным Путем Как бы Все Это Выводить Вообще На самом Деле Подмены Творят Чудеса То То есть Даже Возьмем К примеру Водоросли Если Они Напали На Ваш Аквариум То Зачастую Бывают Реально Такие Случа Когда Просто С помощью Подмен Даже Можно Наладить Баланс И Избавиться От Этого Плюс С подменами Допустим Те Кто Отрицает Внесение Удобрений Или Носит Минимальное Количество С подменами В аквариум Приходят Микроэлементы Которые Нужны Водоросля Которые Нужны Растения Вот Да и Вообще Ну Масса Преимуществ В конце Концов В той же Природе Вода Постоянно Течет Бежит В этих Речушках Меняется Обнуляется Это Сродни Именно Подменам Поэтому Подмены Могут Принести Только Положительные Моменты Никто Не говорит О том Что там Сливаете Под ноль Аквариум Каждую Неделю Нет Конечно Все в рамках Разумного Просто В данной Ситуации Мы решили Что это Будет Целесообразно А так Вообще 50% Спокойно Для травника Для аквариума С большим Качеством Рыбы Да Прямо Я обеими руками За Частые Подмены Тоже Мы просто Не успеваем Я вообще За частые Подмены Чуть Каждые 2-3 дня Естественно Чуть С меньшей Процентовкой Сливания Воды Но Тем не менее Просто Физически По времени Мы это Не осилим Каждые 2-3 дня Делать Подмены Везде Поэтому Мы конечно Делаем Раз в неделю Вот Но Вот Если Какая-то Беда Пришла С водорослями То Учищайте Подмены Они Дадут Свои Плоды Вот Увидите Вообще Запуск Аквариум Как бы Дело Небыстрое И Не надо Никогда Пороть Горячку И Ждать Что Сразу После Посадки Все Начнет Колоситься Цвести И пахнуть Естественно Будет Период Адаптации Естественно Будет Период Болячек Возможно Даже Период Водрослей Вот Просто Надо Набраться Терпения Все Это Пережить Помочь Там Где Это Нужно Зато Потом Все Будет Замечательно Ну вот Друзья Вот Такое Видео У нас Сегодня Получилось Надеюсь Вам было Интересно Местами Полезно А с Полным Ассортиментом Аквариумных Растений Можно Ознакомиться На нашем Сайте Или Группе Вконтакте Ссылочки Будут Внизу В описании В следующем Видео Как Ваня Уже Сказала Расскажем Все Что Мы Сами Знаем Про Удобрения И Про Их Расчет И Внесение И так Далее Так что Подписывайтесь На наш Канал Ставьте Лайки Оставляйте Комментарии Нас Это Стимулирует На дальнейшее Развитие И Снятие Видео Полезных И Интересных Всем Красивых Аквариумов И Пока Пока